Сегодня отмечается Всемирный день театра. Этот праздник не только профессионального сообщества, но и миллионов поклонников творчества служителей Мельпомены. Несмотря на то, что в Ненинском округе нет профессиональных театров, зато есть любительские народные. Многие из них уже успели получить всероссийское признание. О победах на сцене расскажет Любовь Пермякова. Этнопривлекательность постановки так охарактеризует выступление театрального коллектива «Иллипс» члены жюри Всероссийского фестиваля конкурса традиционной культуры «Фолькфорум-2020», который прошел с 15 по 18 марта в городе Сочи. Это фестиваль традиционной культуры, где мы стали призерами, лауреатами первой степени в номинации «Фольклорный театр». Было в этом конкурсе, фестивале, принимало участие артисты из более 10 регионов. Ну, конечно же, для нас это было неожиданным. За фольклорно-обрядовое представление, придание тундры отдельным дипломом был награжден и режиссер коллектива Сергей Никулин. Его наградили за талант, непревзойденное мастерство и успешную работу. Напомню, Ненецкий самодеятельный театр «Иллипс» был создан в 1996 году. Коллектив ведет активную деятельность по возрождению, сохранению и развитию самобытной ненецкой культуры и языка народа. Еще один коллектив, который тоже является гордостью региона и визитной карточкой Ненецкого аграрно-экономического техникума – студенческий театр «Улыбка». «Какое безобразие! На кухне грязь, посуда не помыта! Посетителей нет! Кошмар! Слуда вся избаловалась! Ну, ничего, я их прискруню и начну с этого старого бездельника! Где же он? Господин великан, вот вы где? А я вас искала!» В 2014 году театру было присвоено звание «Народный». Богатому репертуару «Улыбки» позавидовал бы и столичный театр. Десятки классических произведений отечественных и зарубежных авторов – Шиллера, Мольера, Тефи, Чехова, Толстого, Пушкина, Гоголя, Акунина и Булгакова. Есть в творческом списке музыкальные спектакли, в которых студенты сами исполняют основные и, кстати, не самые простые арии. Каждый год трупа радует новыми постановками. И всегда в зале полный аншлаг. Руководить театром на протяжении нескольких лет талантливейший педагог Наталья Могольницкая. Ежегодно в течение учебного года в труппе театра занято более 20 студентов в возрасте от 16 до 24 лет. Я вот скажу, что наши ребята, видимо, от того, что этот театр есть, слава богу, и они видят, вот как работают их старшие товарищи, у нас нет такой проблемы затащить. Во-первых, те, кто хотят, они сами идут. И от того, что они сами сделали этот выбор, их не нужно принуждать. Они с удовольствием занимаются этим видом творчества. Они себя находят, раскрывают, им это нравится. И потом, мне кажется, очень важно, какой материал ты выбираешь для постановки. А мы стараемся выбирать классику. Актерами театра являются не только студенты, но и преподаватели. Причем разного возраста – от 27 до 60. С каждым годом желающих окунуться в творчество вместе с театром «Улыбка» становится больше. Ведь более чем за 20 лет своего существования он смог обрести преданных поклонников.